Безопасность нижнекамских детей перешла в руки вахтёров и воспитателей. В бюджете на охранника деньги не предусмотрены. Поэтому все сложности ложатся на плечи сотрудников детского сада. Решить вопрос предлагают совместно с родительскими комитетами. Подробности в сюжете. Оптимус Баблби, Рейчер и ещё Клифф Джампер. Роберт Абдулин мечтает скорее вырасти, чтобы стать таким же сильным и смелым, как его кумир. И говорит, будет охранять девочек. Только пока охранять его надо самого. Скоро в детском саду делать это будет некому, сотрудник безопасности. 37-го Нижнекамского детского сада Рафаэль Шакиров дорабатывает последние месяцы. Увольняется работник не по собственному желанию. Управление дошкольного образования больше не может оплачивать его труд. В месяц на охрану в детском саду уходит около 35 тысяч рублей. Раньше эти деньги были заложены муниципалитетам в годовую смету. В этом году эту статью расхода не внесли в бюджет. Свободного доступа ни в один из детских садов сейчас нет. В каждом детском саду у нас организована вахта, которая пропускает только родителей, либо она пропускает к заведующему или кому-то из специалистов детского сада посторонних только по записи. И записываются номера, серии документов, вопрос, к которому он обратился. В мае, скорее всего, на месте охранника будет воспитатель или другой сотрудник детсада. Другого пути здесь не видят. Дядь профессионала не дает бюджет дошкольного учреждения. Закон не позволяет взимать за это плату с родителей. Я надеюсь, что этот вопрос будет решаться на уровне муниципалитета, потому что охрана очень нужна детским садам. Тем более в такое время, последние события уже говорят о том, что надо усилить охрану со всех сторон. Во всех детских садах Нижнекамского района установлены тревожные кнопки. Эксперимент показал, сотрудники отдела вневедомственной охраны могут приехать за пять минут. Но, по словам самих бойцов, и это время может сыграть против. Реакция охранника была бы намного быстрее. Эльвия Ребятулина, Алсу Яматова, Максим Липин. Вести Татарстан, Нижнекамск.